Привет, друзья! Сегодня мы с вами будем жарить хитрые котлеты. Хитрые они потому, что в них нет мяса, а на вкус. Котлетки действительно получаются с насыщенным мясным вкусом. Аппетитные, сытные, из доступных и недорогих продуктов. Эти котлеты запросто помогут вам вкусное, но главное, недорого накормить семью. Мои домашние мне не поверили, что в этих котлетах нет мяса, ведь и запах, и вкус у них не отличить от самых мясных котлет. Для этих котлет нам понадобится небольшой кусок соленого сала, который мы крупно порежем. Еще нам нужен будет хлеб, который мы замочим в холодной кипяченой воде. Мне в этих котлетах больше нравится пшенично-ржаной хлеб. А еще мы крупно порежем лук, картофель и морковь. Вы уже, наверное, догадались, что эти продукты мы подготовили для того, чтобы пропустить их через мясорубку. К вышеперечисленным продуктам не забудьте добавить несколько зубчиков чеснока. Теперь, чтобы котлеты получились вкусные, а и ароматные, мы их солим, перчим по вкусу и добавляем специи. В качестве специй я буду использовать хмели-сунели и сладкую паприку. А для связки котлетной массы мы добавим в нее пару яиц и совсем немного муки. Перемешиваем и можно жарить наши котлетки. На сковороду с хорошо разогретым растительным маслом столовой ложкой выкладываем котлетную массу. Если вы вдруг подумаете, что это оладьи, вы ошибаетесь. На вкус это точно котлеты. Накрываем сковороду крышкой и жарим котлеты до золотистого цвета с одной стороны. Затем переворачиваем котлеты и жарим их до золотистого цвета с другой стороны. Можно их перевернуть несколько раз, чтобы быть уверенными, что котлеты хорошо прожарились. И вот такие вкусные, сочные, с очень мясным вкусом котлеты у нас получились. Попробуйте и вы приготовить такие котлеты. А в комментариях напишите, как они вам. Похожи они на мясные или нет? Если вам рецепт понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи в делах и приятного аппетита! Пока-пока!